Мои дорогие братья и сестры по всему миру, я чувствую слабость в ногах, эмоции переполняют меня. Я выражаю вам свою любовь и глубокую благодарность за вашу поддержку голосованием. И я испытываю смирение и даже робость. Я нахожу утешение в одном неотъемлемом качестве святого апостольства, которым Господь щедро благословил меня. Я действительно, с совершенной ясностью и уверенностью, силой Духа Святого, знаю, что Иисус есть Христос, возлюбленный Сын Божий. Ни один человек не преисполнен больше любовью, чем президент Томас Монсон. Он всегда излучает душевное тепло. И все же вы можете представить, какое меня переполнило чувство ответственности, когда, сообщая мне об этом призвании, он проник своим взглядом Пророка Божьего в глубину моей души. К счастью, вы тоже можете представить, какую любовь Господа и Его Пророка я ощутил, когда президент Монсон обнял меня своими длинными любящими руками. Я люблю вас, президент Монсон. Всех, кто со мной знаком, я прошу прощения и о терпении. Если когда-либо, находясь среди вас, мне не удавалось быть таким, каким я должен быть, мне очень нужна ваша вера и ваша молитва. Я знаю, что я еще не такой, каким должен стать. Я молюсь о готовности и восприимчивости к обучению и назиданию от Господа. Меня утешает обещание президента Монсона, которое он дал вчера на вечерней сессии, священствуя, что Господь придаст спине нужную форму и силы, чтобы она могла нести свое бремя. Сразу после моего призвания в качестве представителя высшей власти церкви 16 лет назад, мы с президентом Пекером присутствовали на конференции Кола, и до сих пор я помню его слова. Обращаясь к прихожанам, он сказал, «Я знаю, кто я». И, выдержав паузу, он добавил, «Я никто». И затем он вернулся ко мне, сидящему в президиуме позади него, и сказал, «И вы, брат Андерсон, тоже никто». После этого он добавил, «Если когда-нибудь вы забудете об этом, Господь вам тут же напомнит, и приятного будет мало». Я глубоко благодарен за вас, верные члены церкви. В молодости, когда я служил на миссии во Франции, мое свидетельство приумножалось, когда я видел безграничную преданность прихожан Евангелия Иисуса Христа. Из последних 20 лет, 10 мы провели за пределами Соединенных Штатов, выполняя разные церковные поручения. Живя в странах, где говорят мне на моем родном языке, я видел действия силы Божьей в вашей жизни. Какие же вы замечательные! Единая семья верующих, восстановленной в Ангелии Иисуса Христа. Я в неоплатном долгу перед Господом за все благословения. Он позволил мне жениться на одном из своих земных ангелов. Моя жена Кэти — свет и пример для меня. Драгоценная дочь Бога, преисполненная чистоты и скромности. «Без нее я был бы ничем. Ибо большую часть своей жизни я пытался быть тем, за кого она меня принимала». 20 лет назад, когда наши четверо детей были маленькими, наша семья получила призвание служить во Франции. Из-за этого и последующих призваний их детей постоянно перевозили из города в город, с одного континента на другой, в том возрасте, когда стабильность очень важна. Сейчас Господь обильно благословил их замечательными спутниками жизни и прекрасными детьми. Я хочу поблагодарить их за их праведность и за их жертвы, которые они приносили ради меня. Я также благодарен за моих верных родителей, моя мама сегодня здесь в зале, и за всех тех, кто сделал так много для меня в моей жизни. Я выражаю глубокое уважение к моим братьям в форуме 70. Я люблю их как настоящих родных братьев. Эту связь и дружба не только для этого мира, но мы унесем их с собой за завесу. В течение 16 лет я брал пример с членов Первого Президентства и Кворума 12. Я учился у них. Я наблюдал за их честностью и праведностью. И за все эти годы я ни разу не видел вспышки гнева или стремления к личной либо материальной выгоде. Никогда я не видел и намеков на карьеризм или стремления к власти. Напротив, я видел их верность и заботу об их женах и детях. Я на своем опыте убедился в нелицеприятности их любви и уверенности их свидетельства о нашем Небесном Отце и Его Сыне. Я наблюдал за их неутомимым желанием искать прежде всего Царство Божие. Я видел, как на них сходят силы Божьи, возвеличивая их. Я становился свидетелем исполнения их пророчеств. Я видел, как больные поднимаются, и целые народы благословляются силой их власти. И я стоял рядом с ними в священные моменты. Слишком священные, чтобы описать. Я свидетельствую, что они действительно помазанники Господня. Я молюсь, чтобы мой дух был таким, как дух старейшины Джозефа Вертлина, с кончиной которого связано это призвание. Духом, лишенным стремлением привлечь внимание к себе самому, готовым пойти и сделать все, о чем попросят пророки Господа, жертвуя всем, что у меня есть, чтобы свидетельствовать о Спасителе и строить Царство Божие до последнего вздоха. Мир очень долго ждал наступления наших дней. В Священных Писаниях говорится о приготовлениях, которые Господь предназначил и уготовил до основания мира. Откровения рассказывают о грядущем великом собирании. Исаия пророчествовал, что дом Господень будет поставлен во главу гор, откуда голос Господень разнесется по всей земле. Даниил провозгласил, что Царство Божие будет, как камень, оторванный от горы, без содействия рук. Петр говорил о восстановлении всего. Нефий видел, что членов церкви Агнца будет не очень много, но что они будут выходцами из каждой земли и народа. Мы живем в одни великих дел и чудес от Господа. Мы благословлены возможностью унести Евангелие нашим близким и потомкам и участвовать в подготовке как второму пришествию Спасителя. Господь так описал цели восстановления Вечного Завета, чтобы Он был светом миру и знаменем для нас, Его народа, и чтобы Он был вестником перед лицом Моим и приготовил путь передо мной. На нас возложена несаурядная ответственность. Мы не случайно оказались самими собой. Соблюдение наших заветов в эти судьбоносные дни принесет нам награду в вечности. Мне выпала честь видеть деяния руки Господней по всему миру. Мы чтим пионеров, которые прошли через равнины до долины Соленого озера. Но в наши дни пионеров гораздо больше. Они не толкают ручные тележки, но во многом делают то же самое. Они услышали голос Господа посредством книги Мормона и личных молитв. С верой и покаянием они вступили в воды крещения и прочно укоренились в плодородной почве Евангелия. Будучи учениками Христа, они желают жертвовать во имя всего верного и истину. И с помощью дара Святого Духа они непоколебимо идут по пути, ведущему в жизнь вечную. Мы должны помнить, мои дорогие братья и сестры, кто мы такие и что нам дано. В своем желании творить добро мы не одиноки. Рядом замечательные люди многих вероисповеданий и религий. Мы не одиноки в том, что молимся Небесному Отцу или получаем ответы на свои молитвы. Наш Небесный Отец любит всех своих детей. Мы не одиноки, когда жертвуем во имя великого дела. Есть и другие самоотверженные люди. Нашу веру во Христа разделяют многие другие. В каждой стране есть верные и порядочные отцы и матери, которые любят друг друга и своих детей. Нам есть чему учиться у хороших детей, окружающих нас. И все же мы не должны чуждаться того, что есть исключительно и только в Церкви Иисуса Христа святых последних дней. И больше нигде. Только здесь есть священство Божие, восстановленное на земле небесными вестниками. Только здесь книга Мормона наряду с Библией открывает и провозглашает Божественность и Евангелие Иисуса Христа. Только здесь есть пророки Божии, которые приносят руководство с небес и держат ключи, способные связать на небесах все, связанное на земле. наше знание о божественной миссии Церкви не должно вызывать чувство превосходства или высокомерия. С ним мы должны преклонять колени, молясь, чтобы Господь помог нам стать теми, кем мы должны быть. Но в смирении мы не должны робить, вспоминая слова Господа. Цитата. «Сие есть Церковь Моя, и Я утвержу ее, и ничто не разрушит ее». Конец цитаты. Превыше всего мы возносим нашего Спасителя и Скупителя. Всем, чего мы достигли и чего еще достигнем, мы обязаны Ему. В то время, как мы в изумлении смотрим на Его величие, Он не просит нас держаться от Него на расстоянии. Наоборот, Он приглашает прийти к Нему, «Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему». Его слова эхом проходят через века. «Я есть в воскресении и жизни. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Братья и сестры, Он жив. Он воскрес. Он руководит Своей святой работой на земле. Его пророк президент Томас Монс. И об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok